всем здравствуйте у нас очередная встреча на тему разработки совместной разработки на python сегодня у нас очень развесистая тема которую я честно сказать не придумал как минимизировать так что возможно будет беспорядочное прыгание с места на место или сильный овертайм ну или мы справимся тема это пакетирование deployment и я по сосвойственным себя простодушием решил объединить эти две темы в одну хотя возможно их надо распилить на две на самом деле и тогда будет все полегче вот меня оправдывает в этом месте то что поскольку мы с вами не занимаемся промышленным дипломентом и вообще какой-то командный большой большой и долгой разработкой то большая часть конкретных дисциплин которые при этом возникают нас в общем интересует чисто теоретически постольку поскольку вот и и соответствующие инструменты которые принято использовать для такого промышленного real life программирование разработки на питоне мы с вами не трогаем ручками а только значит обсуждаем а иногда вообще не трогаем например мы с вами пропустили такой инструмент тестирования который называется talks который по сути сейчас является де-факто если не стандартным то по крайней мере самым популярным инструментом для тестирования в числе прочего потому что на гитхабе есть к нему методички как его встал вставлять в континус интегрэйшн это самый токс вот а мы начать до токса не дошли хотя может быть зря может быть в следующем году придется переформатировать разговор про тестирование выбросить оттуда рассказ про общее и засунуть токс но вы где-то я очень не хочу потому что мы тем самым превращаемся из условно наш академический интерес а превращается в технологический а это не то чего я бы хотел мне все-таки интересно разобраться как устроена предметная область а не как устроен конкретный инструмент касаемо предметной области давайте вспомним что мы с вами работаем с деревом исходных текстов которые вообще говоря не являются в своем голом виде не являются нашим о модулем на питоне вот мы это уже в несколько раз с вами обсуждали что есть понятие генерат вот соответственно прежде чем то что мы делаем вообще станет работоспособным модулем на питоне нужно сначала собрать все генераты вот по части генератов мы с вами помним что это как минимум документации перевод на на самом деле вы можете там какие-то картинки нагенерить на пусть у вас есть одна здоровенная картинка вы из нее генерите ну скажем им иконки всевозможных размеров да что еще может быть если у вас есть часть написанная на си то соответственно ее нам собрать ну и так дальше и так дальше после того как вы собственно все сгенерировали что могли из полученного дерева можно уже собрать то что называется дистрибутив дистрибутив это некий комплект вашего модуля который можно взять поставить в самом так сказать частом случае это пип инсталл но иногда бывает так что дистрибутив не рассчитан на пик инсталл рассчитан на какую-то более хитрую процедуру установки дипломента но тем не менее значит вот поставить вот значит так вот дистрибутив такая штука которую можно поставить и она заработает если вы делаете модуль то его можно будет проимпортить им воспользоваться если делать приложение приложение можно запустить и воспользоваться ну и так дальше заработать дистрибутив помимо значит сборки есть еще два пункта публикация это сегодняшний у нас сегодня лиц хотя бы это сегодняшнюю лекцию не входит вот но это тоже очень немаловажная часть потому что собственно вы смогли сделать пип инсталл именно потому что кто-то опубликовал дистрибутив на соответствующем портале скорее всего с вероятностью процентов 100 это будет пупы пупи по пайтон пакетчик так вот тот факт что кто-то не просто собрал дистрибутив опубликовал дистрибутив на патент пакетчик только он привел к тому что вы смогли поставить дистрибутив он заработал то есть на самом деле пип но имеет функциональность ставить например исходники из гита вот но мы это функциональности касаться не будем она нас в общем практически обходит стороной потому что с одной стороны мы делаем сами чего-то такое что должно превратиться в распространяемый пакет а с другой стороны то что мы ставим мы ставим в общем не какие-то странные девел версии с обстрима опубликованные версионированные признанные релизами собственно авторами версия с пупы пупи и пупи для этого нам пип скачивающий с пупи гораздо полезнее вот немаловажная часть в случае открытой разработки а напоминаю что все все те тысячи пакетов которые доступны в патент индекс они там доступны под либо полностью свободной лицензии либо очень незначительными мизерная часть под какими-то страницами лицензиями вот но тем не менее тоже значит допускающими свободное распространение вот так вот значит немаловажная часть валидности того той работы которую проделали это публикация не только дистрибутивов но исходник почему ну то есть понятно если вы пишете на си или на каком-то компилируемом языке то отличие между дистрибутивом и исходником очень большое потому что собственно дистрибутивом тогда являются бинарники или библиотеки и что такое случае программы на питоне в общем это различие несколько более мутное непонятное но если посмотреть назад вот сюда довольно довольно ясно о чем на самом деле идет речь в действительности да речь идет о том что дистрибутив это то что можно установить и тут же им пользоваться а исходники это тот минимальный набор из которого собственно этот дистрибутив собирался очищенный от генератов и обмазанный какими-то дополнительными средствами разработки вы точнее не так средства разработки вы можете просто поставить обмазанный дополнительными настройками средств разработки которые позволяют собственно выгнать дистрибутив из этих исходных то есть ситуация когда у вас есть проект носить только исходников на си нет это уже не проект на си он не свободно ситуация когда есть проект на питоне и например непонятно из чего вы сгенерили перевод это уже не свободный проект или там ну в общем у меня понял значит дистрибутив это то и это то что можно поставить а исходники ты то есть чего можно сделать теперь нас касаемо генератов я не знаю существует ли такой термин в действительности вот значит генерат это а я понял это был это был словарик ну окей генерат это как мы с вами помним файл который там неважно что кусочек вашего дерева в разработке который а с помощью каких-то активных малипуляции то есть ваших действий создается в процессе разработки б как следствие он не хранится в исходниках но иногда генерат может быть включен в дистрибутив так называемый целевой генерат вот все примеры которые мы сейчас приводили переведенный но файл скомпилированный перевод и или сгенерированной документации это типичный целевой генерат то есть штук которая создается при сборке пакета вашего модуля но и входит в дистрибутив то есть между распространяется вместе с дистрибутивом больше промежуточные генераты таких промежуточных генератов очень много когда вы делаете проект скажем носи и на чем-нибудь таком плюс-плюсе неважно когда у вас есть всякие объектные файлы внутренние библиотеки с которыми потом происходит статический с которым потом происходит компоновка они не нужны и куча куча всякого брахла в случае питона без вставок носи таких промежуточных генератов меньше но допустим типичный промежуточный генерат это шаблон перевода горшочек наш под помните он является генератом он перегенерируется всякий раз когда мы вносим правки в переводимые сообщения в исходниках и по этой причине вы не надо хоронить но его также не надо и распространять не в составе ничего не дистрибутива не исходников потому что это промежуточные вот такие дела у мне очень много задавали вопросов доколе мы будем с вами руками запускать тот самый сфинкс чекеры линтеры руками эти как их зовут господи бабель переводчик ну и так дальше каждый раз открывайте руками все эти действия воспроизводить не стоит ли нам освоить какой-нибудь инструмент аналогичный тому что в гитхабе лежит и называется гитхаб экшенс который бы позволил нам здесь прямо сейчас автоматизировать весь процесс сборки нашего проекта из дерева исходников в собственный дистрибутив ну вот настал пора это сделать но тут он довольно а где тут у меня было слово немного истории это пропитон да так вот тут довольно ситуация странная значит мне как человеку который учился программировать там после ассамблера и фартрана носи совершенно очевидна необходимость штуки которые бы из исходников по заданному набору правил порождала определял алгоритм порождения дистрибутива вот надо собрать все все исходники надо потом скомпоновать все объектники возможно будут библиотеки возможно то возможно все короче говоря понятие мэйка и мэйк файлы для меня совершенно родное с там прошлого тысячелетия случае когда мы имеем дело с интерпретируем языками программирования необходимость в вот таких вот действиях по превращению программы на питоне в работающую программу на питоне появляется далеко не сразу а во многих случаях не появляется вообще очень многие проекты на питоне выглядит так вы скажите гит клон зайдите в каталог запустите программу она заработает да ничего не надо делать нам с вами надо вот перевод документации вот это все но поскольку вот для программисты на питоне вот эта самая сборка проекта не является ключевым моментом то значит термина сборка проекта на самом деле вот в таком классическом описание в work for разработка разработки на питоне просто нету есть терминовые оркестрация которая означает чуть больше чем собственно сборку и и в общем все путает в первую очередь путает меня так вот смотрите малые проекты вообще все вручную сделайте гид клон запустите проб . большие проекты все равно вы делаете это все на каком-то здоровенном сервере вас стал целая толпа на этом сервере собственно вам из ваших из вашей значит продукты вашей толпы собственно собирается весь проект там же он тестируется там же он собирается это вообще делаете не вы это делает какой-то волшебный мэйджер фэйла только он не мэйджер был поможет и мэйджер фэйла хуиз и мэйджер фэйла и исхилин майдис значит какой-то continuous integration да вот такой странный чувак по имени continuous integration занимается этим и этот чувак не вы да а значит идея в чем да вот тут бипку бива говорит что допустим какой-нибудь джаве эта культура гораздо более развита разумеется в джаве это культура гораздо более развита джава компилируемый язык программирования и в чем там не было понятия сборки что касается сборки из шарпа не знаю не знаю вот ничего не знаю про сборку еще шарпа а вот что касается до что касается сборки проекта на джаву то конечно же это же компилируемый язык программирование как иначе более того даже тестирование даже всякие всякие линтеры все это будет проводиться там на сервере а вы как бы к этому отношения не имеете это форум и формирует очень очень магическое отношение к собственно по процедуре сборки проекта у даже вполне себе матерых питон разработчиков которые ну так скажем не являются там совсем лидами а сидят вот и пилит свою систему человек парк программирует только на питоне потом жмет magic button этот magic button диплоит даже не диплоит а переносит результаты его труда куда-то в глыбь какого-нибудь гитхаба там запускаются какие-то адовый github actions и вот которые по сути представляют просто некоторые дерево шелл скриптов для всевозможных операционных систем всевозможных версий питона еще вот этого всего дальше эти экшенсы что-то делают вот как-то а он в общем на это взирает такими ословевшими глазами потому что он ничего не понимает кроме питона а вот этот самый скрипт либо он скопипастил у кого-то либо значит за него написал какой-то нехорошо хотелось бы управлять всем процессом самостоятельно по крайней мере мне неуютно когда процесс доведения нашего дистрибутива нашего исходника до дистрибутива не контролирую лично я этим мы как раз сегодня попытаемся заняться оставшиеся вот что еще можно пытаться использовать для да так вот значит вот это вся вот это вся вот это все барахло вместо значит сборки стал называться странным словом оркестрация от арки стрейтинг то есть когда у нас есть несколько тузов эти несколько тузов одновременно что-то такое делают с нашим проектом а вот ну не знаю да зачем еще можно времени нельзя использовать для арки стрейтинг например есть такой неупомянутый нами фреймворк по тестированию питонных приложений который называется talks вот он довольно развесистый это некий некая обертка надо собственно собственно тестирующими фреймворками типы пт 100 или ноуз или там чего-нибудь такого вот и поскольку это обертка вокруг обертки или вернее так сказать оберт вокруг фреймворка мы просто не дошли хотя повторяю это достаточно популярный инструмент он очень часто используется вас поскольку этот фреймворк заявлен как автоматизация тестирование программ на питоне то автоматизировать можно не только тестирование программ на питоне ну и например ту самую сборку документации вот все остальное вот достаточно объявить что сборка генератов это просто такой то сьют ну то есть вот мы запускаем там бабель какой-нибудь это такой тест у нас удачный запуск бабеля с на ли с появлением скомпилированных переводов и отсутствуем допустим отсутствием руганий на переведенные сообщения это пройденный тест да а значит запуск который по которым бабель падает или переводы не появляются это не пройденный тест а значит запуск при котором бабель ругается не переведенные сообщения но периоды появляются это значит плохо пройденный тестом некоторые чащеют пройден некоторые то же самое можно сказать про сборку документации про много других автоматических действий да так пользуются токсом потому что в нем есть под этот инструмент мне кажется и токс на токс в токсе прямо-то написано что так в общем делать не надо несмотря на то что вот до континусы гришин фронт-энд это именно токс так делать не надо и токс ссылается на проект под названием инвок со словами вот если вы хотите полную полную так сказать автоматизацию действий а не того что можно выдать за тесты используйте фреймворк который называется инвал и вот он как раз похож на токс но таковым не является является инструментом по написанию то значит мы про него проговорим немножко но буквально одним глазом мне он не понравилось я про него не узнал буквально сегодня когда вчера когда готовился к лекции сегодня но в общем есть еще такая тема что вы можете использовать прямо гид для таких штук у кита есть гид хуки в огромных количествах вот эти гид хуки можно программировать например писать shell скрипты которые будут реагировать на ваш гид пуш там гид комит в общем на все вот и по каждому комит у например записка и запускать линтер вот понятное дело что это ведь направление тупиковая потому что кто из вас немножко изучал мы на все изучали не внимание мэйк все изучали немножко мэйк в курсе осей в третьем семестре и примерно столько же в нашем прошлом прошлогоднем просто пошла 7 стронку с разработки блинекс некоторые изучают те кто изучал мэйк понимают что одно дело это значит хухи в стиле стимул реакции совершенно другое дело это дерево зависимости в мэйке который гораздо более сложных в общем ничего из этого не работает где-то тут инвок а да и волк значит инвок я обещал рассказать позже расскажу сейчас во первых выглядит довольно стареньким инструментом посмотрите сюда вот хотя в общем развивается вполне себе и его главный недостаток вот shell ориентина спроса то есть фактически это такой способ не писать на шеле только писать на шеле вот смотрите узнаете это просто команды шел но это еще ничего такого рода команды будут работать в принципе в любом окружении где есть хоть какая-нибудь оболочка что в винде что в линуксе где хотите чтобы что в магазине а вот ситуация когда вам нужно например что-то делать с файлами или с каталогами или проверить какие-нибудь кока какой-нибудь код ошибки в инвоке эти это все четко четко завязано именно нашел то есть там используется команда типа рэм например ну и так дальше вот и это означает что в действительности вот вот такого рода команды вентеры минусы все значит только на на линуксе это будет работать ну или вернее на позик совместимых платформ вот начнут еще нужно чтобы был вот этот рэм но хорошо он на любом линуксе есть в действительности было много попыток написать инструмент автоматизации например как чтобы он был не of python да то есть чтобы на питоне был написан например читалку исполнял кума их файлов но это очень смешно исполнял кума их файл это адски сложная штука собственно за это ее люди в общем не любят ну просто да можно не углубляться и конечно переписать ее по-быстрому на питоне это задача из серии фантастично мы с вами рассмотрим один из примеров такой тулы которую я нашел сравнительно давно и с тех пор она в общем достаточно хорошо развилась она называется дует дует это как раз штука для автоматизации поэтому task runner для автоматизации некоторых задач написанных на питоне этими задачами у нас и будет какая сборка документации сборка того сборка всего в общем вот вот значит этим дуетом мы с вами сейчас попробуем разобраться по простому значит автоматизация выгонки колеса том же дистрибутива и исходного тормола исходного архива как раз будет частью домашнего задания по этой какой-то автоматизации на чем хотите пишите может нам и как устроен как устроен дует дует сейчас давайте ему какой-нибудь примерчик возьмем простейший а вот tutorial какая сложная штука ты сложный титурел хорошо давайте сами себе простой титурел напишем а где-то старт гайд инсталлинг ну хорошо не будем ничего делать будем подглядывать в поргалку авось авось то повезет значит нам что нужно нам нужно нам нужен какой-то проект который мы сейчас будем автоматизировать то есть нам нужно что-то готовое чтобы нам такое найти у нас был какой-то проект ну у нас был ну шикарно у нас есть мутист наш прекрасный этот мутист у него не было перевода но и бифик с ним фиг бы с ним зато у него был у него не было документирование тоже что ли нет было документирование отлично точно у него было документирование вот 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 шикарно у него было документирование это создание генератор да и у него было значит было и были зависимости ну короче хороший годный проект час мы с ним как раз и поработали в а значит у него есть пепел вот значит у него есть неправильная зависимость на каверидж как это правильно сделать теперь он стал каверидж лог файл надо убрать лог файл нужен только для релиза а то он долго это делает и проинсталируем его я уберем лог файл он нам не нужен вот и проинсталируем его обратно но это расскажем ему минус d что это только development зависимость помните чем они отличаются да значит девелоп на зависимость это для того чтобы можно было собрать дистрибутив а просто зависимость вот это это для того чтобы можно было запустить установлен дистрибутив у вас о так вот значит напоминаю что с помощью пепен вот такие штуки можно разделять те пакеты которые вы сказали пепен в install указываются вот здесь это прямая зависимость эксплуатационные типа пакет которым вы сказали пепент install минус d можно указывать вот здесь это сборочная зависимость то есть то что нужно для сборки пакета а вот описывать эту сборку мы сейчас будем с помощью дуэта давайте мы тоже его поставим вот и немножко посмотрим как все это выглядит в одном нужно создать файл который называется дуэта . бы медленно как она это делает интересно почему вот давайте для начала например у нас же есть где ты гно да сейчас а как бы нам это самое сделать то да что у нас есть у нас есть задача дев таск таск как обычно для подобного рода фреймворков то что начинается на слово таск дует считает задачей то есть имя функции в файле на питоне семантически значимый вот ну какой значит допустим таск хты мы вот давайте мы вычитан давайте мы напишем к нему некоторый недостаток фреймворк дуду дует стоит в том что в нем все пишется на питоне я бы предпочел декларативность синтаксис как в мэйке это намного меньше синтаксическим место занимает но с другой стороны люди любят инструменты поддержки разработки написаны на том языке на котором они сами разработаны поэтому значит тут будет немножко лишнего синтеза а выглядит это так значит мы возвращаем словарь видите скобочка в котором описываем что нужно сделать для того чтобы достичь цели выполнить task под названием хотим и в этом словаре мы пишем какие мы выполняем действия как шанс вот и спешим здесь пишем командочки который надо выполнить да мы опять пишем командочки тут ничего не поменялось частично в известной степени дует зависит от наличия соответствующих команд системе но это сделано по возможности кроссплатформена по крайней мере вот что там у нас sphinx build а какой тут build мы здесь помните на мэйк файле написали прошлый раз на мэк файле написали автоматизацию но мы сейчас будем писать и не на мэк файле sphinx build минус м сорсдер сорсдер у нас кто точечка а минус м а это параметры не нужны и build dir у нас подчеркни build оставим как есть спинс билд . ну давайте да значит оставим как есть подчеркни сейчас секунду подчеркни build ну по-моему ничего больше не надо вот так это должно быть а давайте кстати попробуем и вообще работает вот эта команда или не работает работы вот так ну хорошо отлично работает шикарно кажется это все давайте мы тут говорят и наводите фэн-шуй вот навел фэн-шуй что мы сейчас сделали мы описали описали таск под названием собери документации дует он говорит хтмл можно сделать вот обратите кстати внимание на то что по умолчанию дует не пишет что он какие действия он совершает а пишет только стандартный вывод ошибок интервор нинги всю вот это вот мешанину про то как он собирал наш пакет наши документацию нам не выдал он ее переместил в значит в ну короче не показал вот 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 смотрите как помните у нас цель для такая фишка была при появлении на функции появляется таск под названием хтмл а док стринг от этого от этой функции является к ней хелпом мы даже можем сказать help хтмл ну ну да вот значит давайте что сделаем давайте еще сделаем какой-нибудь у нас еще есть каверич и у нас еще есть клин давайте все эти таски тоже запрограммируем так дев таск тест да а тестируем его в том же синтаксе 7 какие у нас действия по тестированию а давайте посмотрим уже мэйк файл делали тут прям сразу колледж а вот юни тест минус диска верт да а прям так запишем тест флагс у нас пустой коверич ран минус диска кстати давайте его запустим о минус вот ну ну хорошо да значит вот ну опер не тостерта task тест и давайте еще за придумаем что-нибудь типа таск клин который удаляет лишние вот здесь мы кстати можем попробовать чё сделал можем попробовать в принципе нам не нужно ничего удалять потому что у нас это все в гит игноре находится вот и билд их тм льков и каверидж и ну короче все вот но хорошему надо конечно уметь эти файлы удалять вот сейчас мы попробуем это сделать я только не помню как ну и хотя бы или дать руками вот давайте теперь по поищем как вместо rm минус rf remove как вместо rm минус rf remove а мы можем можем вместо rm минус rf написать у этот самый системный вот точно мы можем вместо rm минус rf написать системную штуку щам это будет это будет ща давайте посмотрим так где же это это мокер с нашего прошлого интересно так он найдет я так он не нашел риму после мух вот а нам нужен remove all какой-то да здесь rm dir rm 3 о шутил rm 3 ура давайте попробуем значит напишем это на питоне rm минус rf любой может сделать а мы хотим на питоне написать да значит давайте нет нам не туториал нужен а actions о 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 че о чём мы сделаем о 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 с параметрами надо писать action shooter m3 с параметрами дать попробуем чё попытка ты не пытка здесь напишем импорт шутил здесь напишем шутил м3 с параметрами ну допустим убил только там надо я так понимаю да давайте так красиво сделаем раз уж мы такие все из себя красивые оверендент говорит о ну-ка пробуем task клин а он клин умеет сам хоть черт хорошо или клинап напишем дело в том что он умеет значит дует умеет в промежуточные генераты он понимает какие генераты являются промежуточными сейчас мы пойду про это поговорим и умеет их клеить по этому самому по task clean смотрите я сейчас наверное не не добьюсь вот вот я сейчас наверное не добьюсь этой функциональности читайте документацию но она есть поэтому скажем дует клинап чего но сачкаю директор бил почему а потому что он да действительно он не так называется тогда вот ну вот такая вот такая вот картина ща а если его не существует или можно написать там второй параметр второй параметр может сеть труп не сюда ура во теперь значит чуть дальше как в этом синтаксе задаются зависимости значит мы сейчас говорим только про задание но помимо задание есть что зависимости да то есть чтобы создать что-то надо сделать что-то вот давайте посмотрим я пока погляжу на самом деле в шпаргалку зачем нужны зависимости зависимости нужны для того чтобы по нескольку раз не делать одно и то же вот смотрите дует клинап дует сейчас сделаем допустим хотим и и он бас генерит нам весь хотим или возможно это долго и снова генерит весь хотим и возможно мы хотим написать что сейчас это файл директор и директор и директор и директор ну-ка файл директор мы хотим написать что файл депенденте а вот вам можно ли цепь туда каталог ну честно говоря мы можем уже написать а а от чего он зависит так а хочу он зависит файл директор генерация нашего нашей документации зависит исключительно от содержимого нашего наш хрст файлов допустим я не помню там у нас есть api есть api значит тогда зависит еще от питомских файлов а именно так значит что это нужно написать глуп импорт глоб да и сказать что наша документация зависит допустим от файлов глуп . глуп звездочка . да это был звездочка то есть от всех файлов которые начинаются напы и возможно возможно еще ну пускай пока так а да еще нужно сказать сказать таргет да таргет таргет сейчас проверю я никогда не пробовал ну давайте попробуем значит а таргет у нас как раз собственно вот этот билд так а обратите внимание что поскольку билд у нас новый свежий каталог перегенерация а таргеты звездочка пы у нас оказались не изменены то повторной перегенерация html не произошла ведь сообщение об ошибке не ну давайте мы его минус в скажем он нам скажет что минус в нет как там верболст включается не помню верболстом включается в конфиг файле ну да ладно короче говоря он сказал вот 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 такое поведение говорит о том что в нашем базе значит базе данных дуду кстати надо внести но вот в нашем машем в нашей базе данных уже записано что от таргет html сгенерировано нормально давайте ради интереса увеличим время то есть сделаем файл допустим у . сделаем его дату сделан дату его текущей вот он от 13 апреля а будет он сегодняшний вот это в числе прочего будет означать что он будет новее чем содержимое каталога билд и в результате если мы скажем дует html а не получилось ну хорошо давайте тогда так индекс html какой-нибудь да а может быть он кстати я дать попробуем сделать вот так вот все интересное значит тут мы сталкиваемся с особенностью людей которые программируют такие штуки на питоне случае майка было бы достаточно просто обновить время доступа к этому файлу но эти ребята идут дальше они у себя в базе данных хранят чек суммы вот чек суммы поменялось вот в этом случае только только в этом случае значит если поменялось чек суммы вот он пересчитывает база вот она эта база называется дует .db и в ней как раз хранится хранится информация о том что новее чего не знаю зачем они это делают но факт остается факт вот таким образом мы можем себе сэкономить довольно много времени если грамотно опишем в нашем этом самом дуду файле какие генераты из чего производятся и в случае если их производить не надо соответствующие команды не будут не будут запущены с этим всем автоматически справляются инструменты типа майка но поскольку у нас питона не си нам мы в общем как бы не нужен зато оно все написано не питает ну кстати я тут неправильно написал там еще должны быть там еще должны быть эти самые рст файлы да верю в то что это сработает нет стир стир or path from path leap не сработало значит тогда видимо надо сделать просто несколько зависимостей нет а нет а как а возможно надо сделать вот так и не париться да вот ну то есть здесь просто список приезжает вот вот зависимости также могут быть между тасками давайте напишем таск под названием дев таск и пора нам идти дальше таск под назвать таск как его фамилия ковер что мы здесь делаем actions давайте посмотрим как это было у нас в предыдущем когда мы это делали на мэк файле обратите внимание на сколько мэк файл короче ковер html ну вот при этом генерит штука под названием html кав кстати тут наверное можно указать как она кого именно она генерит похоже что нет а жалко то есть нет можно только я не нашел такое ощущение что я а все нормально все отлично отлично все правильно таргет вот вот значит давайте опишем его таргет а нет давайте сначала допишем ковер их твой сначала без ничего да сначала без ничего я думаю он и так заработает но мы хотели сделать значит дуэт дуэт вот коверич и клинап зараза а как клинап не запускать он сделал а потом все удалил смешно ай так он запустил все таргеты которые все таски которые видел одним из них был клинап давайте мы определим таск это самое что нибудь такое напишем сейчас какие таски являются по умолчанию дуэт конфиг хе-хе-хе н дефалт таскс 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 ну допустим что у нас там чё у нас там и чё у нас там хт мл и удач и чуть не нравится вот значит что мы сейчас сделали мы сейчас почему-то не позже не путь не запускали они запускали тесты покрытия потому в общем вот значит вот у нас этот мальков напоминаю что это такая прекрасная штука которая рисует каверидж тестовое покрытие нашей нашей нашего модуля вот давайте посмотрим на нее вот она а значит да но мы хотели поставить зависимости на таски до одних тасков от других зависимость от он так и называется task dep сейчас давайте найдем здесь ну в общем вот это файл депа нужен таск где попроще так где тут какие-то хитрые хитрости тучу ел да какие-то можно выводить ну в общем мы сейчас с этим не будем заморачиваться но он файл депендент вот но он файл депенденте тут даже быть так где ну-ка во-во-во-во-во-во-во значит что мы просто указываем те таски которые мы должны выполнить для выполнения данного таска так вот у нас в этот самый каверидж будет входить таск нет да правильно таск деп тест тест я сказал тест я сказал вот теперь перед каждым перед каждым перед каждым для того чтобы вызвать каверидж сначала будет вызван вызван тест вот давайте попробуем это проверить дурец валют филт такс это неправильно таск был на самом деле вот обратите внимание что поскольку у нас теперь вон таргете который у дефолт таск есть только html и каверидж но у кавериджа в зависимости есть таск под названием тест этот таск под названием тест тут и запустился обратите также внимание на то что поскольку я не указал таргеты проверять нечего и таск тест запускается каждый раз вот сейчас мы этот момент исправим мы скажем что у кавериджа есть таргеты таргеты таргет 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 эти таргеты мы знаем как называются вот они каверидж каверидж рц а нет каверидж каверидж рц это у тестов таргета html ков да html ков html ков да блин что там индекс html да значит у таргет у этого таргета значит html ков индекс html а у теста поскольку мы запускаем запускаем через каверидж тоже есть таргеты таргет تаргет tbl удалось . tbl т т 後 т т т entender о там эту coverage.jc это настройка его. Значит, только coverage. Значит, никакого глоба не нужно. Вот. Теперь я вангую, что наши тесты будут запускаться только в том случае ну и, конечно же, поскольку это тесты, то файл.deb нужно поставить сюда. Наши тесты будут запускаться только в том случае, если изменились питоновые файлы. Давайте это проверим. Не мы это дует. Дует. Да не мы это дует. О! Вот. Правда, coverage продолжает перезапускаться каждый раз. Видимо, мы чего-то не дописали. А, мы не дописали dependency. Мы не дописали dependency. Да? Нет, дописали. Непонятно, почему он запускается каждый раз, но время у нас поджимает. В общем, идею вы поняли. Идею вы поняли. Уже у нас такой, смотрите, красивенький получился проектик, который много всего про себя умеет. Вот. Давайте мы еще удалим базу данных с кавером. Хотя, хотя, поскольку она является таргетом, я думаю, что клин ее удалит. Давайте проверим это. Интересная штука. Do it clean up. Значит, смотрим. пишем. Do it clean. Не удалил. Сейчас. Минус O. Не удалил. Ну, не знаю. Давайте почитаем документацию тогда. Окей. Про клин я... Похоже, не могу вам сказать ничего. А вот. Похоже, что я пока ничего не могу сказать про клин. Это надо изучать. Я думал, что он делает то, что я думал, но, видимо, нет. Вот. Извините. Не будем тупить в прямом эфире больше трех минут. Потому что иначе мы не успеем другие вещи посмотреть. Вот. Похоже, клин не делает. Ну, раз не делает, сами туда вставим. Похоже, этот клин ему надо включать. Давайте проверим. Давайте проверим. О, смотрите. По умолчанию клин выключен. Но мы можем сказать ему, что наши таргеты в действительности можно удалять. Вот. И тогда он будет удалять все то, что, значит, все то, что наплодил. То есть, чисто теоретически мы можем написать вот так вот. И у нас вообще не понадобится наша штука под названием клинап. потому что потому что потому что он сам будет за собой подметать. Ммм, какая красивая штука. Да, давайте попробуем. И нам пора двигаться дальше. Я увлекся этой этой игрушечкой. Вот. Ну-ка, пробуем. Не make. Do it. Вот. Do it clean. can't remove it's not empty. Ага. Он не умеет удалять каталоги. Ну окей. Ладно, хрен с ним тогда. Значит, вернем как было. Но идея, в общем, ясна. Вот. Идея, в общем, ясна. Возможно, там как-то к этому клину можно приделать ремной, как бы, рекурсивное удаление. Обратите внимание, что мы за исключением запуска тех программ, которые мы и так запускаем из командной строки, какова бы она ни была. В остальных случаях обходимся малой кровью, питоном, всяким глобами, этими самыми анлинками, что там у нас, рм3, ну короче, вот такими делами. Так, что еще я хотел рассказать про дуэт? Да, собственно, ничего. Обратите внимание, что с помощью этого дуэты можно сделать вообще всякую автоматизацию, начиная с первичной сборки и заканчивая публикацией, там, гидпушем, что хотите. Вот, все в ваших руках, все как бы работает, все прилично выглядит. Вот, туда же всякие проверки можно вставить, туда же можно провести, ну короче, вы меня поняли. Давайте переходить к следующей, к следующей части Морлензонского балета, это, собственно, к инструментам сборки, дистрибутива и исходного архива с исходниками. Когда-то давным-давно, у меня он, это давным-давно идет по разделу античность, люди просто писали файлы на питоне или писали модули на питоне, складывали и делали из них торгозет и в таком виде их распространяли. Потом изобрели штуку под названием Disturteils. Вот она, довольно старая, деприкризис. В 312 его больше не будет. В которой решили внутри питона немножко по теоретизировать и придумать, как автоматизировать сборку, именно сборку бинарного дистрибутива из манибинарного распространяемого дистрибутива из каких-то исходников на питание. Вот. До сих пор Disturteils используются некоторыми людьми, потому что они когда-то давным-давно написали и все работает. Как видите, там были самые удивительные цели у людей, например, создание RPM-пакетов. Вот. Ну, в общем, это все в прошлом, потому что понятное дело, что надо заниматься инфраструктурой питона, а пытаться создавать RPM под непонятно какой дистрибутив, это, конечно, оверкил, и это всегда получится очень плохой RPM. Вот. Да. Значит, появилась организация под названием Python Packaging Authority, которая решила немножко, немножко, как это сказать, официализировать и направить в русло, так сказать, системное изобретение всяких методик для упаковки пакетов. Вот. И первым делом они изобрели штуку, которая называется Setup Tools. Setup Tools это мощный такой пакет, предназначенный для сборки программных продуктов из Python. С тех пор, как я последний раз здесь был, они сильно обновили, приделал себя красивый логотипчик, использовали волшебную двухцветную тему. Короче, веселятся как могут. Вот. Всем, кому хочется поизучать, как разрабатывать дистрибутивы под Python, welcome вот сюда, и тут прям вот здоровенный текст. Когда вы будете читать этот здоровенный текст, имейте в виду, что он очень многослойно из разных времен. Там есть какое-то количество легаси, от которого все еще нельзя избавиться, там есть какое-то количество легаси, от которого избавились, но еще не вычеркнули, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Вот. Очень долго, буквально десятилетие, сборка пакетов, очень долго, в смысле скорости развития питона, происходило с помощью специального скрипта setup.py, который, собственно, к этому Setup Tools и ходил. И вот буквально сколько-то там не очень много лет назад решили поехать дальше. Придумали некий PEP 517, PEP 518, который описывает новый способ сборки. Да, обратите внимание также на то, что Setup Tools это сторонний пакет по отношению к питону самому. Он имеет отношение к организации PEP, которая, значит, Python также не авторить, но не имеет прямого, непосредственного, он не включен в, собственно, Python.org. Это люди, которые занимаются инструментарием вокруг питона, но не самим питоном. В отличие от Discutive, который был частью питона. Вот. А вот PEP 517 это попытка скрестить два подхода. видите, он очень старый. Старый, он давно длится, этот PEP. Значит, попытка скрестить питоновские требования, которые нужны комьюнити самого питона, как языка программирования, предусматривающего некоторую инфраструктуру и экосистемы, и имеющиеся уже инструменты, которые эту самую экосистему наполняют. Вот. Например, Setup Tools. Если внимательно посмотреть, в этом PEP в общем нету конкретно привязки на Setup Tools, хотя, конечно, тут есть Fleet, например. Хотя, конечно, скорее всего, Setup Tools вам понадобится в Real Life как куда же без него. Короче, все идем туда. А мы сейчас попробуем собрать модуль. Правда, чтобы собрать модуль, мы, наверное, все-таки откажемся от нашего мутиста, потому что он не модуль. И с ним будет, возможно, какие-нибудь грабли. Но у нас же есть разные модули. Сейчас мы что-нибудь найдем. На крайняк посмотрим шпаргалку. В шпаргалке у меня все написано, там все работает. А давайте действительно посмотрим шпаргалку. У нас времени осталось совсем мало, а разговора довольно много. Вот шпаргалка, которую мы будем еще исправлять. И это давайте мы на нее сходим еще и отсюда. Тут она тоже есть. Ох, много осталось времени. Вот шпаргалка. Это модельный асиместровый проект практически без всего, который ничего не умеет. В котором сделано почти все, что надо, кроме одной штуки, которая больше не работает. И возможно я ее сегодня демонстрировать не буду, раз что она не работает, а потом починю. Состоит он из модуля под названием AppBase, в котором есть в initpy некая небольшая библиотечка классов нет, некая небольшая библиотечка классов на tkinter, предоставляющая некоторый интерфейс к хорошо документированной, как видите, предоставляющая некоторый интерфейс библиотечка библиотеке библиотеке tkinter, более-менее универсальный и значит mainpy, в которой просто запускают демку, демку, вот, а демка лежит под модулем dateTime. Вот. Вот здесь собственно пример использования, пример использования библиотечки этой самой, как она там называется, вот, с переводом, со всеми пирожками. Кстати, обратите внимание, здесь старый способ, который в прошлом году мы использовали для лекции установки перевода, новый способ, помните, он не install, а мы прямо делаем импорт и говорим ему, что если не нашел, делай null, ну, это самый non-translation. Работает это примерно так. Пифиглит, а, сейчас, надо же пепенф сделать. Я забыл выйти из из пепенф пенф шелл. Кстати сказать, прежде чем мы посмотрим, как это работает, мы споткнемся от некоторых трабл, которые, асдф, это явно какая-то хрень, вот, некоторые траблы, которые нас преследуют, потому что, как видите, этот проект из прошлого года, тогда был питон 3.9, здесь 3.10, и пепенф нас нещадно ругает, не делайте так, говорит, не делайте так, переделайте все. Вот, значит, это имеет отношение к сегодняшнему разговору, точнее, к теме, когда вы указываете зависимость на пакеты использовать версии или не использовать, вот зависимость на питон использовать версии или нет. Общее правило простое, если вы разрабатываете что-то, и в процессе разработки версии пакетов версии питона меняются, то, наверное, правильное решение держаться самого свежего питона, или, вообще, если у вас есть задача на нескольких питонах, то нескольких, главное, не прибивать гвоздиками версии этих пакетов версии питона в зависимости когда вы делаете продакшен который диплоится на конкретную машинку хорошая идея эту зависимость а нет не так когда вы публикуете исходники хорошая идея явную зависимость на версии убирать до тех пор пока она ни на что не влияет может если вы обнаружили что ваша программа не работает на питоне версии меньше чем столько-то то вот эту зависимость на версии больше чем столько надо обязательно поставить все остальные зависимости удалять при публикации при совместной разработке надо как можно больше версионных зависимости вставлять чтобы у всех был одинаковый набор модулей прямо четко а вот при deployment надо подумать с одной стороны конечно тоже надо устанавливать четкие зависимости а с другой стороны смысле на четкие версии а с другой стороны если там будут какие-то обновления скажем по безопасности да придется это переделать но правило именно такое при публикации убираются все зависимости на на версии кроме тех которые действительно ломают работу при совместной разработке наоборот все зависимости вставляются в значит по возможности на прямо номера версии вставляются в ну в данном случае в пип файл или в requirements вот потому что когда вы будете вместе работать хорошо бы чтобы у всех было одинаковое окружение полностью да там лид принимает решение об обновлении обновляет все обновляются или там кто-то принимает решение об обновлении в частности у нас вообще с питоном какая-то трабла с питоном какая-то где это там пип файл ну да убираем это отсюда грамм пипенф синг а ну сначала лог что такое пипенф лог пипенф лог это аз через c это аналог этого самого пип фриз то есть генерация подробного списка всех зависимости нашего модуля с версиями и прочими пирожками вот и он создает файл под названием пипенф лог пип файл лог вот видите версия контрольные суммы короче говоря все что можно себе изобрести для нашего модуля входит зависимость если этот лог файл шарить между разными людьми у всех будут совершенно одинаковые абсолютно одинаковое окружение а совместная разработка не будет падать из-за того что у людей случайно оказались разные версии не обновленный утилит питонов или так вот человек который засинкал себе этот пипенф точка лог делать пипенф синг у него всем все зависимости подтягиваются в точности такие как написано и вуаля у вас абсолютно одинаковое окружение да что я хотел я хотел рассказать а да это мы с вами поборолись пипен вам у которого с прошлого года обновился питон кстати давайте посмотрим он обновился для его просто выбросил из зависимости ну и ойки понятное дело что если вы делаете продавшим то скорее всего вам придется делать прямо на 3 девятом питоне и на чему но мало ли что там изменилось не очень хорошо обратно совместимым образом в продакшене скорее всего вот этот самый питон равняется 39 это правильная идея вы конечно можете выкатить новую версию на три десятом подменить ее в продакшене но тогда там будет написано питон 3д и так мы создаем как как упаковывать пакет а то мы прямо уже бежим мы создаем файл под названием по проектом и и в этом файле по проектом и мы вот этот сейчас мы удается удаляем вот эту вот штуку она не работает про это я еще пожалуй в этом файле по проектом и мы переписываем все сборочные зависимости нашего пакета обратите внимание что вы project only это некоторый универсальный описатель того как собирать наш пакет вот в котором написано в данном случае описано структура именно сборочной системы и это очень простая структура сборочная система будет называться с этап туз точнее ее интерфейс совместимый с пепом 517 под названием build метр а для того чтобы это спорочная система работала надо установить вот эти пакеты ну мы все их знаем это сфинкс билд они отбил не знаем пробил сейчас расскажу это сфинкс кайверич дует флейк подок ставил вот по фиглит пускай будет но это в общем эксплуатационная зависимость потому что там используется фиглит в качестве этого самого давайте мы его возможно уберем вот ну и вилл эта штука для изготовления дистрибутер дальше мы берем файл с этап . кфг файл с этап . кфг это паспорт нашего проекта в нем в вполне таком читаемом стиле описано собственно чем из проект делаем кто автор чё надо как бы от чего он за от каких пакетов он зависит вот он реклает по фигле тут кстати видите указано четкая зависимость на версию и вот да значит ну в общем еще кое-какие штуки о которых мы поговорим позже такой достаточно типичный типичный паспорт проекта лежит в сетап кфг два файла создаем файл с описанием собственно сборочной системы и файл с описанием того чего что представляет собой наш проект вот эту зависимость install requires кстати install requires кажется за деприкейтен давайте почитаем пик нет не за деприкейтен нормальный вот вполне первый первый пример в значит в описании все так тулс пример деприкейтен стойку эксплуатационная зависимость откуда берется эксплуатационная зависимость если мы пользуемся пипенку ну как откуда вот отсюда наберется вот она тут правда написано звездочка там написано 08 пост мы можем кстати удалить это место вполне сойдет и бери без номера вот откуда берется по project омли вот эти зависимости вот они тут только вилла нету надо добавить а пипенов install минус 2 вилл вот как со всей этой машинерии взлетать раньше все было просто setup tools подкладывал файл setup.py из него импортился setup tools и дальше все работал после введения пеп 517 был буквально в прошлом году или около того ну нет чуть позже все-таки чуть раньше но питон доехал до состояния использования этой штуки достаточно недавно вот написание собственноручного питон скрипта setup и а потом его выполнение был признан плохой идеей а нужно значит чтобы наш setup tools работал с сетап кфг и вот этим по project омли точнее наоборот общая сборка парсит подпорожек том и в нем написано что мы вызываемся тап туз это туз чет собираем вот для того чтобы это делать был написан специальный модуль который кстати у меня кажется тоже не стоит он называется просто билд тихонечко и как это сказать скромненько вот он умеет совсем немного но то что он умеет ровно это что он умеет нам как раз достаточно давайте мы поищем модуль билд по моему он в пипен это самый пупы сейчас сейчас пупы где же это билд поищем его python package индекс вот он добавим в броузер в поиск и здесь напишем билд да не нет ну ну что ты ну ты издевайся да вот он это как обычно сторонний модуль помните 517 пеп разделяет что в питоне и что вокруг питона вот он очень простой вот мы поставили значит вилд для сборки колеса билд и давайте напишем python минус м билд минус минус хелл тег в общем чем имеет билд билд умеет собирать колесо то бишь дистрибутив и исходники все соответственно если мы говорим просто python минус м билд он он создает верту лент точнее вен ставит туда все зависимости которые тут написаны в виртуальное окружение собирает source дистрибутив а нет сначала собрал собрал до собирает source дистрибутив а сейчас он будет собирать колесо опять еще одно чистое окружение собирает колесо собрал колесо вот то есть по умолчанию билд делает а два больших действия разворачивает пустое окружение ставит туда все что написано в сборочных зависимостях по project омальт собирает колесо собирается сорт дистрибутив где-то тут с дист а нет это вилл ну сейчас увидим дальше снова разворачивает пустое окружение ставит туда все сборочные зависимости собирает колесо колесо это такой zip архив да все это приезжает в каталог если не изменяет по диск вот она значит вот здесь у нас исходники в там витар файла вот здесь у нас дистрибутив в виде zip файла под названием вилл вот он значит если внимательно посмотреть что вам исходники у нас входят что-то у меня тут нету ничего вот значит если внимательно посмотреть то в исходнике у нас входят в том числе какие-то картинки вот а в дистрибутив не входит ничего и вот это неправильно то есть мы слишком поздно и слишком рано намерились намерились создавать колесо мы еще не сгенерили нужных генератов ну давайте сгенерим эти нужные генераты для этого нам послужит дует файл вот он что у нас тут есть ол что такое олл чек html вилл и реку реку нам не нужен потому что мы его он не работает это автоматический подбор сборочных зависимостей вот он вот вот этот ты мне микс больше не работает он он занимался богомерзкими вещами он им портил пип а пип нельзя им портить хорошо давайте сделаем дует пол чем ему не нравится том ли ему не нравится да хорошо давайте поставим а зачем ему ставить том а дует уметь дует теперь умеет лазить в project омль вот и оттуда вынимать к свою конфигурацию но это неважно он и так и так это захотел обратите внимание что этот наш ол мод мы уже знаем как это делается в случае дуэта там он нас собрал собрал html собрал провер проверку стиля проверку док ставил запустил тесты собрал горшочек собрал ложечку обновил скомпилировал собрал колесо вот теперь в нашем колесе по идее все должно быть ничего там нету а нет а теперь можно сделать собственно колесо до минус в смотрим в в в в в в в в поэтому не понял а вот все да вот андп вот они перевода в клести то есть все все как надо туда попал за счет чего это произошло это произошло за счет того что у нас этапка фг записаны следующие дополнительные строки что Но в случае модуля, если мы пакуем дистрибутив под названием AppBase, будем добавлять туда вот такие файлы. Что это за файлы? PackageData. Да это же переводы. Вот они, эти переводы, приехали к нам в файл. Значит, что еще? Вот сгенерированная документация, которая никуда не девается. Мы на следующих лекциях поговорим о том, как публиковать документацию на ReadDocs.io. Но это будет другая лекция про публикацию, а то время у нас уже вышло. Что еще? Давайте посмотрим, что можно еще найти интересного. Здесь ничего интересного. Да. Значит, единственное, что хочется сказать... Давайте посмотрим в план. Там существенно больше написано, но мы уже не успеваем этого существенно большего. Минимум я вам уже рассказал. Значит, три вещи хочется рассказать. Простите, потрачу все-таки ваше время. Первая вещь. Это отслеживание зависимости. Вот мы пропустили довольно большую часть относительно автоматического отслеживания зависимости. Во-первых, потому что инструмент, который я использовал, сломался. Вот. Но, в принципе, можно сделать так. Мы можем сделать... Допустим, мы забыли, что нам нужен... Допустим, мы забыли, что нам нужен... Пуфиглит. Взяли и забыли. Как определить, что он нам нужен? Давайте попробуем. Для этого нам нужно что сделать? Нам нужен какой-то анализатор, который бы нам рассказал, что тех зависимостей, которые мы описали в файле, недостаточно для того, чтобы наш файл запустился. Что у нас импорты гораздо более... Ну, как интересно, они импортят фиглит, а я забыл его прописать в зависимости. Для этого служит, например, модуль, который называется вот так вот. Вот. Он будет проверять на нужные зависимости. Это такой тестик. Этот модуль одновременно будет рассказывать... Он еще умеет рассказывать на то, какие лишние зависимости у нас указаны. Но мы сейчас не будем это делать. У нас времени без того минус 5 минут. Вот. Единственное, что я забыл, где он лежит. Но мы сейчас это проверим. Пик миссинг депс. Рекс, он говорит, что апп бейс. Ага. Ему нужен файл реквариум текст. Значит, он не умеет работать с пидфайлом, а умеет работать с классическим пиповским реквариум текст. Вообще полезно иметь реквариум текст, поэтому давайте его сделаем. Пипенф его просто... Пипенф его просто умеет генерить... Сейчас скажу, как... А, пипенф лог. Лог. Минус-минус help. Помните, я говорил, что лог это аналог пипфриза? Ну так это он и есть. Можно было написать, кстати, пипфриз. Но пипфриз, он выкатит нам вообще все установленные модули. Неудобно. А здесь можно сказать, пипенф лог. Минус-р. Вот он пустой. Не пустой, нифига. А че ему так много? Пэккеджинг. Пайтон-вершин. Больше 3,6. Пип. Ну это понятно. Пипарсинг. Зачем нам пипарсинг? Что это такое? А, пипчик-рекс. Сейчас я его пип... Простите. Я его не туда поставил. Надо было сказать ему пипинстал минус-д, я сказал пипинстал, да? Извините. Сейчас. вот в общем ничего до requirements txt и вот теперь мы запускаем вот эту утилиту которые которые вот из этого пакета поставлено она сейчас нам проверит чего нам не хватает в обрезе она говорит вот видите фиглит вам фиглита вам не хватает фиглита вам не хватает говорит она вот точно так же она умеет левой зависимости находить хорошо так значит чего мы хотели в результате сетап кфг мы напрасно нет не ставка фига в пив файле мы напрасно напрасно закомментировали фиглит да вот надо оставить вот и вот теперь все будет хорошо посчитали зависимости эксплуатационные с помощью вот этой странные утилиты насколько это хорошие зависимости мы не знаем но это гораздо лучше чем делать пипфриз потому что пипфриз зараза нам выкатит абсолютно все пакеты которые мы понаставили в наше окружение а тут по крайней мере вот и фиглит все красота и вторая штука это эксплуатационной зависимости и скрипты на этом я закончу извините что я сажал только ваше время эксплуатационные зависимости вообще нет нормального инструмента сборочной зависимости вообще нет нормального инструмента который их определяет поэтому я написал скрипт сам был такой инструмент он стал работать потому что он тоже им портал пик в общем довольно простой скрип вот он на питанчике который делает следующее он просто трейсит сборку нашего продукта трейсит все импорты происходящие при сборке нашего продукта определяет каким пакетом принадлежали эти импорты и выводит этот список вот соответственно что-то что-то в таком духе значит дует клинт дует клинт хорошо хорошо и пин стал ругается она том и так будешь работать молодец а теперь говорим do it all и приделаем к нему мой скрипт пальцем 3 поэтому вот обратите внимание скрипт на коленочной занимает не так уж много места делать довольно очевидные вещи тем не менее полезен в реал лайки я думаю что за год появился инструмент который это делает но краткий губляж градки губляж ничего не привел вот тут он там сейчас все это собирает а чуть он и о ничего не нашел ну вот так давайте я тогда расскажу про последнюю штуку про которую я так понимаю задает вопрос егор хотя егор его задают в такой форме что у меня была интенсия ответить нет не бывает запуск модуля без python минус м но я кажется догадываюсь что имеет в виду его и егор имеет в виду ситуацию когда вы хотите запускать скрипт вот я поставил сказал там пип инсталл допустим дует да и у меня откуда-то не откуда ни возьмись появилась команда дует откуда она взялась эта команда дует отстань команда дом взялась понятно откуда у меня в доллар пас есть собственно наш мой виртуал н и у этого виртуального окружения есть каталог бил в котором как видите поселились целая куча разных бинарников в том числе этот самый дует как выглядит этот дует дует это просто скрипт причем этот скрипт является автогенератом в действительности вы никто не писал и он просто вызывает функцию мы им из модуля мы им все вот что это значит это значит что никакого запуска модуля без python минус м нету если вы хотите чтобы с вашим пакетом приезжал скрипт вы должны предусмотреть тот факт что с вашим пакетом приезжать скрипт для этого надо предусмотреть в сетап кфг точку входа выглядит это примерно так это последнее о чем я говорю хочу сегодня рассказать до точка входа entry points консоли скрипт название консольного скрипта пакет в котором он лежит двоеточие имя функции которые нужно вызывать все в пакете тиммикс есть функция хилу . word она то и устанавливается как консоль и скрипт вот по этой конфигурации все братцы мои я как-то абсолютно немеренно выжил ваше время я подозревал что мы не успеем я помните об этом предупреждал в начале значит нужно на будущее мне вот эту лекцию переформатировать видимо на 2 вот так что давайте ваши вопросы поскорее если вы еще не не сварились окончательно вот значит пока вопросы я подожду некоторое время за счет этих самых вопросов если они есть посмотрю что еще не успел рассказать вот про точки входа я по крайней мере показал как это делается про это рассказал про это рассказал вот означается но видимо вопросов больше нет значит тогда домашнее задание вашем семестром проекте должен собираться вилл должен собираться архив исходниками обратите внимание на то что вот чего я забыл рассказать обратите пожалуйста внимание на то как у должна быть устроена ваша ваша ваш перевод помните как был устроен перевод вместе с колесом приезжал приезжал перевод вот сюда в каталог с пакетом дальше как классический путь для перевода именно так это должно работать чтобы при установке этого пакета ваш ваш гит текст вообще увидел этот перевод и для того чтобы это сработало вы должны всунуть в ваш этот самый ваш код какую-то вот такую вот примерно конструкцию узнать где лежит допустим вот этот файл и прямо в этом месте поискать где текст под названием гиттай вот не забудьте это сделать иначе переводы у вас не будут работать после установки пакета с чистое окружение вот теперь все вопросов больше не было так что так что видимо тогда уже все точно и так уже 15 минут я сожрал лишних вот на чем собственно спасибо до новых встреч и будем надеяться на лучшее